Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова «Бесправо на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. Понимая, что вот если идёт вот такой вал из субителей, мы говорим, не пытайтесь, потому что мы не будем ждать, когда ваши беспилотники и ракеты достигнут наших шахт, наших пунктов управления и всего остального. Мы сразу начинаем применять ядерное оружие. Подлётное время с момента пересечения наших границ, даже ныне старых границ, до объектов управления стратегическими ядерными силами, до самих ядерных сил, колебится от 15-20 минут до полутора, двух и более часов. То есть если мы видим, что противник сосредотачивает силы, если мы поняли, что противник собирается нанести по нам удар, потому что он должен будет развернуть в районах пуска ракет большое количество боевых кораблей своих надводных, должны будет развернуть большое количество на передовых районах авиации, там аэродромы Польши, будут переполнены тактической авиацией. То мы заблаговременно успеваем перевести стратегические ядерные силы в готовность полная. А сколько времени нужно на то, чтобы перевести в полную боеготовность? Закрытая информация. Из готовности полная до пуска речь идет о минутах, нескольких. Цифры я не называю. Полетные задания выдается. Выдается тактическое ядерное оружие на корабли, части и самолеты, которые должны их применять. Подвешивается, загружается в шахты везде. В пусковой установке устанавливается ядерное оружие. И когда вот это все вдруг взлетело и полетело, то тогда с момента выявления вот этого всего в течение пяти минут с нашей стороны вот это все ядерное может стартовать. Все. И стереть лица земли. Всю Европу и все США. А наш потенциал какой? Сколько тысяч ракет? Ядерных? Да. Я пожгну по боеголовкам. По открытым данным количество ядерных боеголовок составляет около 6 тысяч ядерных боеголовок. Это стратегически и тактически. Учитывая, что первый ядерный удар не все расходует, не должны оставить что-то для того, чтобы обеспечивать уничтожение недобитых целей, что-то где-то всплыл, что-то недоразведали. То обычно там и американцы в первом ударе расходуют от половины до двух третий своего ядерного потенциала, по их взглядам. Но у нас где-то что-то похожее может быть. Закрытая информация. Не делюсь. Положение и реальность, как правило, сильно отличаются друг от друга. Даже то, что отработали на учениях, то, что есть в реальности. Поэтому как там будет, будет являться оперативная ситуация. Но так или иначе, как правило, не один единственный ядерный удар, а их там, может быть, несколько. То есть вот этим заявлением мы говорим, что начинать против нас воздушную наступательную операцию, которая может привести к маломальскому успеху со стороны Запада, нет смысла. Потому что мы будем готовы в ответ на ваш воздушный удар ответить ударом ядерным. А если ваш удар будет не столько сильным, не настолько сильным, что мы сможем его перемолоть, мы не будем вас бить ядерным ударом, но вы сами потеряете огромное количество авиации. Вот в чем все. В части Украины, это, конечно, предупреждение Западу о том, что военные действия на Украине могут привести к тому, что мы, если даже не нанесем ядерный удар, но появление в воздухе большого количества натовских самолетов, стартующих с аэродромов стран Европы, приведет к тому, что мы будем бить по странам Европы, с территории которой будут взлетать эти самолеты. Европейцы же заявили, что любой ядерный удар, тактически любой, приведет к тому, что они огромное количество своих неядерных ракет выпустят по штабам и пунктам дислокации ядерного оружия. Ну, такое предупреждение было с их стороны. Вот, вот. А мы предупредили их, что как только они все это в большом количестве взлетят, то мы тогда, по-моему, обрушим не ядерные ракеты, а ядерные, и от вас ничего не останется. При этом ваши ракеты до цели не долетят по одной простой причине, что они идут по GPS, и эти GPS в первую очередь сгорит. Поскольку космические ядерные взрывы выведут космические аппараты высокоточного позиционирования, вот и строя, и ваши ракеты пролетят неизвестно куда вообще. Это наш ответ Чимберлену, бля. А жизнь на планете Земля останется после этого или нет? Конечно. Вот. Просто они исчезнут в значительной степени. А мы в рай попадем. Мы исчезнем. Вот. Остальное там останется. Ну, будет такая ядерная осень. Вот. Ядерная зима наступила, если бы было с каждой стороны по 30 тысяч ядерных боеголовок. А сейчас с каждой стороны где-то по 6, 12 тысяч через 60 тысяч. Разница есть? Второй пункт. Если с Россией ведет боевые действия не ядерная держава, а ядерная держава помогает воевать против России боевой техникой, оружием, боеприпасами, то Россия рассматривает и ядерную державу, и не ядерную державу как единый блок, воюющий против России. Это говорит о том, что если возникает такая ситуация, учитывая, что речь идет в документе об основах госполитики в сфере ядерного сдерживания, речь идет о том, что все принципы ядерного сдерживания, которые заложены применительно... То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова